Не дня без волейбола. Подача, удар и блок. Алексей Мелешко уже на протяжении трех лет приходит на площадку и оттачивает свои навыки с мячом. Начинал парень заниматься любимым видом спорта еще в школе. Сейчас же Алексей учащийся автотранспортного колледжа, за сборную которого выступает с самого первого дня учебы. Волейбол это не просто игра, также возможность есть на соревнования какие-нибудь, посмотреть на более лучших игроков, также это укрепляет свое тело, спорт, здоровый образ жизни. Люблю волейбол. Шесть команд, круговая система и только один чемпион. В спортивном зале автотранспортного колледжа прошли финальные игры по волейболу. Это третий по счету спортивный экзамен в рамках молодежной спартакиады. Наша спартакиада уже на сегодняшний день 28 по счету. 28 лет мы проводим городские спартакиады среди учащихся среднеспециальных и профессионально-технических училищ. Под громогласную поддержку финальной встречи на площадке сошли соседи не только по турнирной таблице, но и по месту расположения учреждений образований, автотранспорты и аграрно-экономические колледжи. С первых минут встречи нити игры в свои руки взяли учащиеся автоколледжа. Гости из аграрно-экономического лишь изредка огрызались точными ударами. Без особых проблем хозяева взяли первую партию. Собравшись, в следующем тайме гости сравняли счет. И вот настал решающий момент. Третий, финальный розыгрыш. Как ни старались экономисты, но фортуна в этот день была на стороне автомобилистов. 2-1 и будущие механики берут золото первенства. В рамках популяризации спорта среди молодежи проводим круглогодичную эту спартакеаду по 12 видам спорта. Я думаю, что мы будем ее расширять. Третье место заняли спортсмены из строительного колледжа. Хоть в этой спартакеаде и присутствует дух борьбы, но все-таки уместно тут вспомнить известный олимпийский принцип. Главное – участие, а не победа. Ведь благодаря таким соревнованиям мы укрепляем здоровье белорусской нации. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360.